Итак, я в центре города, в центре Киева и иду на очень интересное событие, которое происходит сегодня. Итак, что это за событие? Здесь много людей, много машин, музыка. Посмотрим! Фестиваль ретроавтомобилей. Город Киев, контрактовая в Турции. Хочу увидеть одну особенную машину. Фестиваль ретро-машин проводится два раза в год. На лобовом стекле видно цифру 10. Эта машина участвовала в гонке. А это что за машина? Не знаю. Напиши и переведи в комментариях, что здесь написано. Какой милый орнамент. Мне нравится желтый, рисунок и спойлер. А это какой-то джип, что ли? Да, вроде да. Ничего себе! Это что, ягуар? По количеству людей, которые фотографируются? Наверное, да. Это он. А говорят, что женщины ездят медленно. Эта девушка только что заняла третье место. О! А вот и первый инопланетянин. Хороший знак. Значит, есть здесь и та машина, которую я хочу увидеть. Смотри, Юрий Гагарин за полет в космос получил такую Волгу. Только черную. У Волги второго выпуска был знаменитый олень на капоте. Второй выпуск был самым многочисленным и выпускался до 1970 года. Волга снималась почти во всех советских фильмах. И даже в клипе немецкой группы Рамштайн Духаст. А вот колесо обозрения. Самое большое колесо в Украине. Его диаметр 43 метра. Говорят, что его привезли из Парижа. Если ты в Киеве, нужно обязательно на нем покататься. Сколько здесь колонок? Раз, два, три, четыре, пять. Пять колонок в одной двери. С этой стороны тоже пять. А сзади огромная колонка. Что в этой машине? Здесь две колонки. Но поменьше. Небо. А вот и знаменитый советский старичок. Мелкий жигулист. Внутри не очень красиво. Вот она машина, ради которой я пришла сюда. Хозяин машины. А вот, кстати, и он слева. Говорит, что работал над ней сам в течение 5 лет. У него не было денег. Поэтому он взял свою старую машину и начал апгрейд. Сначала он планировал ее, как военную машину. Но, боже. Здесь появились два персонажа. Чужой и Хищник. И сзади тоже что-то мистическое. Трубы. Ракеты. А теперь инопланетянам пора домой. Редактор субтитров А.Семкин